Добрый день дорогие друзья меня зовут Владимир и сегодня в нашем видео мы поговорим о катализаторе как возможной причине появления задиров в двигателях G4KD и к сожалению G4NA уже есть случаи поговорим о том что такое катализатор или нейтрализатор отработанных газов силовой установки для чего он вообще нужен и почему из-за него может возникать появление именно царапин или задиров на стенках цилиндров двигателя об этом и другом далее в нашем видео поехали и так довольно многие наверное автовладельцы да и наверное будущие покупатели автомобилей hyundai tussan и kia sportage особенно четвертого поколения который производится с 2016 года и по настоящее время могли слышать что автомобили третьего поколения особенно kia sportage вот именно по чаще почему-то у kia образуются задиры задиры на стенках цилиндра силовой установки дело в том что очень много гипотез очень много вариантов что проблема из-за того что двигатель g4kd третьего поколения sportage не устанавливались маслофорсунки которые остужают или уменьшают температуру рабочую силовой установки также есть гипотеза что проблема кроется в неправильной конструкции цилиндров ну вот и еще одна гипотеза или скажем так причина возможно это катализатор всем поговорим на катализаторе который устанавливается на корейские автомобили почему же проблема может быть именно в нем почему скажем так образуются эти задиры ну первоначально хотелось бы отметить что двигатели g4n и g4kd самое интересное оснащается одним и тем же катализатором катализатор в принципе не был изменен ни к его конструкция ни его строение вы как утверждают некоторые специалисты особенно по обслуживанию и ремонту автомобиля проблема кроется непростой именно конструкции элемента катализатор sportage и тусан состоит из керамической основы и напыления благородных металлов куда входит платиновая группа зачастую если катализатор начинает сыпаться то выделяется керамический песок подобный металлической стружки он имеет плотную сам по себе структуру и вот это вот стружка она попадает в силовую установку при работе двигателя получается вообще по логике катализатор он служит наоборот на выход отработанных газов из системы перевод ее выхлопную трубу этих газов и вывод ее в окружающую среду но так интересно происходит что из-за того что неправильная конструкция довольно скажем так у некоторых автомехаников возникают такие вопросы и утверждения причем даже что стружка попадает именно в цилиндры попадает в рабочую область цилиндров там остается и когда работает поршень когда поршень с юбкой ходит вниз вверх из-за этой стружки идет именно она попадает именно в между стенкой и поршнем и получается идет царапание царапание стенки тем самым скажем так идет разрушение структуры металла кроме того эта стружка попадает и перекрывает клапаны тем самым получается как бы закоксовывает цилиндры двигателя потому что у корейцев катализаторы стоят сразу за выпускным клапаном то есть очень близко к мотору вот это и и возможно является еще одной причиной в той вот скажем так в том комплексе всех вот именно этих признаков которые может могут оказать влияние на появление задиров опять же я думаю что в данной ситуации катализатор это не единственная проблема которая вызывает задиры в моем видео которое я снимал довольно недавно вы можете также его найти на youtube канале где я сказал про то что все-таки причиной были маслофорсунки маслофорсунки они нужны были для того чтобы охладить вот именно скажем так нагрев внутри цилиндра причем маслофорсунки действительно помогают остудить рабочую область примерно на 25-30 процентов но как утверждают автомеханики этого недостаточно здесь все-таки совокупность моментов до маслофорсунки действительно возможно продлят срок службы возможно отодвинуть появление задиров но из-за неправильной конструкции катализатор который к сожалению до сих пор корейцы принципе не изменили и не было официальных отзывов ни хендай ни киа устанавливаются они такие же как и в третьем поколении они способны вызывать также появление задиров я не могу точно утверждать что это так опять же пробег автомобиля составляет чуть более десяти тысяч километров на сегодняшний момент но в любом случае случае уже есть и при разборке двигателя некоторых автовладельцев действительно находилась стружка именно благородных металлов которые идет только в катализаторе также хочу еще справочно отметить что подвержены двигателя все-таки задиром возможным появлению задиров это двигателя g4na и g4kd также есть вероятность что двигатель g4nd с маркировкой кстати маркировка справочно отмечу что она идет на стикере всегда под декоративной накладкой по левую руку когда вы стоите фронтально моторному отсеку по левую руку специальный стикер g4 первые символы это именно идет маркировка номер вашего двигателя вот именно по этим цифрам вы можете определить являетесь ли вы обладателем того или иного двигателя дело в том что двигателя именно подвержены такой проблемой это двухлитровые двигатели двигатели с объемом 1.6 литра системой газораспределения здесь принципе такая же на 16 клапанов они не подвержены подвержены только двухлитровые двигатели hyundai to sun и kia sportage а теперь давайте с вами поговорим о катализаторе что же такое катализатор так вот катализатор или нейтрализатор выхлопных газов как еще называют его автомеханики он является одним из видов систем очистки отработанных выхлопных газов транспортного средства которые обеспечивают благодаря своему внутреннему фильтрующим элементу значительно сокращение выбросов углекислого газа в окружающую среду благодаря таким элементам современные автомобили можно отнести к экологическому классу евро 5 или евро 6 в принципе благодаря или для экологии создавался этот катализатор как таковой да он немножко добавляет возможно какой-то уверенности мощности двигателю но не более того далее что еще можно сказать про катализатор катализатор он же нейтрализатор является специальным устройством которое располагается выхлопной системе с целью очистки отработанных газов автомобиля при помощи определенных химических реакций вредные вещества которые загрязняют атмосферу преобразуется в менее пагубные затем просто выходят из глушителя автомобиля к работе нейтрализатор приступает только после нагревания то есть когда мы запускаем холодный непрогретый мотор то катализатор какое-то время бездействие так как он ждет определенного температурного режима от двигателя сожалению более детально я вам показать не могу подлезть довольно тяжело катализатор располагается сразу же практически за двигателем он находится на выпускном недалеко от выпускного коллектора вот так же возле него недалеко располагается лямбда зонт ну а далее уже идет выпускной тракт и резонатор глушителя и сам сам принципе глушитель вместе с катализатором в паре также функционируют кислородные датчики они же лямбда зонды которые свою очередь определяют состав топливно-воздушной смеси а также соотношение воздуха и бензина или ну или солярки то есть как правило бензина как раз как правило бензиновых силовых установках участвуют кислородные датчики дело в том что от соотношения топлива и воздуха напрямую зависит какой будет конечный состав смеси обедненной или наоборот Вот, в принципе, как говорится, что может еще также являться одной из причин, это не только, скажем так, разложение, как сказать, да, так грубо, катализатора, но и еще неправильная конструкция или строение устройства, которое, скажем так, не обеспечивает должным образом тем же воздухом топливно-воздушную смесь. Здесь также влияние идет на клапана, идет влияние на топливно-воздушную смесь и все это в совокупности возможно и приводит к появлению задиров. Причин действительно очень много, к сожалению, много причин. Не являются только маслофорсунки, это уже однозначно. Здесь идет совокупность, совокупность факторов и причем это уже доказано многими автомеханиками, многими автоблогерами, которые также публиковывают свое видео в сети интернет и на ютуб каналах, поэтому, к сожалению, такая причина. Также хочу от себя еще отметить, как проверить катализатор на работоспособность. Это важный момент относительно того, чтобы, в принципе, он не закупоривал наши клапаны. У любого каталитического нейтрализатора бывают три вида состояния, такие как нерабочее, частичное рабочее и рабочее, то есть полностью исправное состояние. Три режима работы. Данное состояние отражает то, как ведет себя автомобиль, а точнее его силовая установка при каждом из них. Например, при полностью исправном нейтрализаторе двигатель машины ведет себя стандартно. Лампочка перегрева катализатора на приборной панели не загорается при работе мотора. И вопросов к фильтрующему узлу у нас как бы нет, и у машины в том числе. Когда катализатор находится в состоянии частично рабочем, то есть пограничном, то у силовой установки автомобиля могут начаться некоторые проблемы. То есть машина может вести себя следующим образом. Во-первых, иногда или постоянно может пропадать тяга и оборотистость двигателя на высоких оборотах. Или, например, вчера автомобиль ехал без лишнего напряжения, а сегодня с утра едет так, как будто ее перегрузили тяжелым грузом. Во-вторых, как правило, на холодном или на сильно прогретом двигателе автомобиль начинает заводиться не с первого раза. Мотор приходится долго гонять, прокручивая стартер для того, чтобы наконец завести. В-третьих, в том случае, когда резко пропадают обороты силовой установки, то есть при нажатии на педаль газа, стрелка тахометра с большим усилием поднимается к 2 или 4 тысячам оборотов в минуту, а затем там и замирает. В этом случае дополнительным симптомом еще также служит резкое повышение расхода топлива двигателя. Кроме ранее описанных причин, указывающих на полурабочее состояние катализатора, имеется еще одна довольно эффективная диагностика фильтрующего элемента выхопной системы. Например, мы начали испытывать с нашей машиной вышеописанные проблемы. Тогда нужно завести двигатель и выжать педаль газа до упора, как говорится, в пол. Если в этом случае силовая установка начнет медленно повышать обороты, а потом просто становится в районе 2-3 тысяч оборотов в минуту, а дальше поднимать их просто не сможет, то это еще одно свидетельство того, что мы имеем проблемы с катализатором. Ну и в заключительном третьем, неисправном состоянии катализатора автомобиль будет вести себя следующим образом. Заводиться двигатель будет чрезмерно долго, а в итоге может просто не завести совсем, причем даже не будет схватывать свечную искру. Как говорится, мотор будет мертвый наглухо. Нерабочее состояние катализатора или нейтрализатора в принципе проверить достаточно просто. Просто необходимо в момент заведения транспортного средства подойти к его выхопной трубе и посмотреть, а лучше почувствовать, приложив руку к выходному отверстию на фактор выхода из нее выхопных газов. Если газы уверенно выходят, значит еще не все плохо. А если нет, то нужно готовиться к ремонту фильтрующего элемента выхопной системы или его удалению. Что касается удаления, то опять же многие автовладельцы отмечают, ну конечно опять же, если автомобиль на гарантии, то в любом случае вы не имеете права удалять этот катализатор, если не хотите лишиться гарантии производителя. А вообще, как таково, если машина с пробегом, те же G4KD двигатели, которые устанавливаются на третье поколение, многие автовладельцы во избежание, опять же, одной из причин появления задиров, удаляют этот катализатор полностью из системы. А теперь я хочу коротко, даже справочно, наверное, заметить для автовладельцев третьего поколения Kia Sportage, которые собираются удалять катализатор. Те, кто, скажем так, собираются это делать, хочется предостеречь от довольно распространенной ошибки, которую часто совершают автовладельцы при удалении нейтрализатора из выхопной системы. Дело в том, что удалять его необходимо только полностью, не пробивать, пытаясь сделать в нем отверстие, а полностью вырезать, так как никто нам не даст гарантию, что со временем эти пробитые отверстия не забьются грязью и не закоксуются. Когда производим удаление катализатора, нужно внимательно смотреть внутренность той емкости, в которой находилось фильтрующее устройство. Дело в том, что сам катализатор находится еще в специальной такой бобине металлической, как правило, из нержавеющей стали, такой короб специальный. Вот его нужно также осматривать. Нужно это для того, чтобы рассмотреть и увидеть металлическую сетку, которая быстрее всего вросла в поверхность катализатора. Данных сеток может быть несколько, в зависимости от типа фильтрующего элемента. Удалять нужно все, чтобы ничего не напоминало о каталитическом нейтрализаторе. Ну и в заключение отмечу, что, конечно, в любом случае катализатор не является одной единственной и, наверное, основной проблемой появления задиров. Дело в том, что, к сожалению, бытует еще мнение, я также постараюсь собрать информацию более подробнее и снять в своем следующем видео, что имеются еще конструкторские недочеты именно самой головы блока цилиндров. Дело в том, что, сами по себе, поршни, если касательно поршней, они таблеточного типа. Что у третьего поколения, что у четвертого. Hyundai, Tucson или Kia Sport, не важно. В принципе, детали одни и те же, как таково, идут. Дело в том, что поршни неправильного вида. Конструкция головы блока, она тоже сделана немного неправильно. Идут очень узкие сами цилиндры. Дело в том, что при образовании небольшой закоксованности в цилиндрах с течением времени, с пробегом, также идет образование уплотнения стенок. Затем, когда ходит поршень, он срезает эту закоксованность вместе со стенкой, царапая ее. Вот, поэтому в любом случае причин довольно много. Катализатор является одной из, как говорится. Вот, в любом случае, хочу также еще отметить, если вы, допустим, у себя в двигателе, на рабочем состоянии двигателя, услышали посторонний звук наподобие бьющегося металла о металл, то быстрее всего эта поршень бьет о стенки цилиндра из-за того, что образовались задиры. Опять же, что касательно образования задиров. Если брать, отталкиваться от третьего поколения, потому что третье поколение действительно примерно 2% от общего количества проданных машин получило задиры на сегодняшний момент. 2% это довольно большое все-таки число, не сказать, что это массово, но большое число. Дело в том, что вот эти 2%, которые получили задиры, пробег у них составлял, как правило, от 70 тысяч километров и выше. В среднем где-то образуются они на 90-100 тысяч, то есть приблизительно на третьем году гарантии автомобиля. Где-то примерно так. Опять же, если машина гарантийна, как таковой дилер делает, производит ремонт, как правило, ну что, хонингование. Происходит хонингование, я думаю, что узнать, что такое хонингование. Это расточка блока цилиндров, головы блока цилиндров, происходит специальное стесание стенок, в принципе, иногда замена даже колец происходит, поршневых, маслосъемных и компрессионных, ну и возможная замена поршней, юбки поршня. Вот, таким образом, в любом случае, если машина на гарантии, дилер, конечно же, это все заменит. Но, опять же, нет гарантии того, что у вас опять через 2-3 года не образуется новая задира. А вся проблема, опять же, быстрее всего, конструкция, катализатор. В третьем поколении нету маслосъемных форсунок, в четвертом они уже есть, возможно, также причина еще была и кроется в них, возможно, что-то вылит, вскроется еще. Справа я сейчас замечу, что официальной отзывной компанией в странах таможенного союза, куда ходят Россия, Беларусь и Казахстан, Hyundai Tucson и Kia Sportage до сих пор не отзывался. Отзыв был только в США и в Корее. И то от себя отмечу, что в Корее отзыв был не по задирам. Дело в том, что с самого начала производства, 2011 года, когда начали производиться третье поколение Sportage с двигателями G4KD 2.0, у них не было такой проблемы, потому что уже стояли маслофорсунки и потому что таблеточные поршни, они имеют немножко другой вид. Почему так корейцы делают, я не знаю. Почему все автомобили, которые идут на экспорт, они слегка изменены конструкцией двигателя, тоже непонятно. Поэтому, если есть у вас возможность приобретать именно корейские автомобили, а не словацкой сборки, которые сейчас идут в основном четвертом поколении, идут все словацкой сборки, для нас, для Европы и для таможенного союза, то лучше покупайте именно корейца. Пускай он будет с пробегом, но гарантия того, что у вас не будет задиров, будет процентов 80, это точно. В любом случае, хочу отметить от себя справочно, что Kia Sportage очень популярна в такси, работа такси именно в Корее. И отхаживают эти машины не менее 500 тысяч километров пробега, именно с двигателями 2.0. Причем самое что интересно, маркировка G4NA, она такая же и у корейских автомобилей. Но двигатели совсем, ну не совсем, скажем так, но с измененной конструкцией. С измененной конструкцией головы блока цилиндров. Про катализатор сказать, честно говоря, сложно, ничего не могу, информации практически никакой нету, какой у них катализатор. Но довольно много изменений по конструкции. Ну и заключение от себя, лично коротко еще отмечу, что касается появления задиров и одной из возможных причин, которым является катализатор. Хотелось бы, конечно, отметить от себя лично следующее, что очень многие пишут мне в комментариях и в личных сообщениях, что вообще корейские автомобили это говно, это, извините за выражение, это плохие машины, что не умеют они делать двигатели. Я скажу вам так, что, ну почему-то же корейцы дизельные двигатели научились делать, почему эти двигатели в среднем отхаживают по 400-500 тысяч километров. И это действительно, это факт, и это многие утверждают, и автовладельцы, и автомеханики. Да, с бензинным двигателем не было столько вложено в разработку этих двигателей, это правда. Двигатели довольно уже, к какой-то степени, давно были созданы, слегка измененные. Система DOHC с двумя распредвалами, в принципе, это уже система, действительно, конца 90-х, начала 2000-х годов. Это продолжатель той же системы COHC с одним распредвалом. Вот, но в любом случае, касательно того, что корейские автомобили, именно корейские сборки, корейского производства ходят так же, как и дизельные, не менее 400-500 тысяч километров, это говорит о том, что умеют корейцы делать автомобили, и научились делать они двигатели. Но, к сожалению, не для всех стран. Почему так, скажем так, с нашими автомобилями, которые реализуются у нас, в странах таможенного союза, да и в Европе, я не знаю. Но от себя отмечу, что автомобиль довольно все равно неплохой. И не факт, опять же, не факт, что задиры появятся у вас и на 150 тысяч километров, и на 200. Все зависит от обслуживания автомобиля, от эксплуатации и от многих других факторов, которые непосредственно влияют, опять же, на этот момент. Никто вам точно на 100% никогда, ну, по крайней мере, может и скажет когда-нибудь, но на сегодняшний день никто не скажет точно, какая основная причина задиров. Это только догадки и гипотезы. С вами был Владимир. Более подробно обзор автомобилей вы можете найти на сайтах autoblockar или buzzlight.ru. Ссылки на сайт будут под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал, или оставляйте на сайтах. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всего вам доброго на дорогах. Субтитры сделал DimaTorzok